Если бы не стечение обстоятельств, то раненый ястреб-перепилятник мог бы стать прекрасным обедом для бездомной кошки. Но судьба распорядилась иначе. Ему на помощь пришли отзывчивые люди, четыре женщины, которые не смогли пройти мимо. Этот ролик с телефона я не удаляю. Именно с него и началась история спасения нашего ястреба. Увидев, что за птицей крадется кошка, я решила снять забавное видео и уже представляла растерянную морду охотника, когда ястреб улетит у него из-под носа. А потом смотрю, птица убегает, а не улетает. Думаю, что-то здесь не так. Отогнала кошку, загнала ястреба поближе к стене, накрыла его курткой и отнесла в машину. Мысль позвонить Оксане Романченко, стрижиной маме, возникла сразу. Раз она спасает стрижей, значит, знает, что делать в подобных ситуациях. Оксана Романченко тоже неравнодушна к раненым птицам. Когда весной падают из гнезд стрижи, ей несут их со всех концов города. Забрала она и нашего ястреба. Оказывается, пока мы ехали, Оксана уже созвонилась с Саратовским центром реабилитации для хищных птиц «Мудрый рух». Через полчаса наша раненая птичка отправилась на лечение. Ястреб-перепилятник по имени Вин попал к нам из Балакова. В Балаково его нашли добрые люди, быстро связались с нами и быстро отправили к нам. Мы сделали рентген, осмотрели птицу и поняли, что остеосинтез, то есть операция по восстановлению кости крыла, возможно, сделали эту операцию. Далее он находился у нас на Саратове. Такие центры, которые специализируются на возвращении птиц в природу, существуют за счет пожертвований. Потому что лечение и содержание – удовольствие недешевое. Хочешь, не хочешь, а кормить перепилятника надо перепилами или, на крайний случай, маленькими цыплятами. В нашем случае с оплатой операции и пропитания помогла главный эколог Балаковского филиала АО «Апатит» компании «Фосагра» Наталья Бахарева. Поскольку я эколог, образование не дает пройти мимо, равнодушно отнестись к такой проблеме, как бедное несчастное животное, у которого сломано крыло. С удовольствием выделила деньги для проведения лечения данной птицы, чтобы она смогла жить в природе. Если есть возможность, всегда рада помочь. Сейчас наш ястреб-перепилятник находится в Волгоградском центре реабилитации. Там волонтеры учат его летать. Без крыльев в природе птице не выжить. Самое главное в реабилитации – это убедиться в том, что птица может самостоятельно добывать пищу, самостоятельно скрываться от хищников, самостоятельно летать хотя бы. То есть реабилитационный процесс достаточно сложный. Совсем скоро ястреб-вин отправится в дикую природу и забудет о том, что ему пришлось пережить. А четыре птичьи мамы в каждом пролетающем ястребе теперь будут видеть того самого, спасенного их общими усилиями.